Девушки отдыхают Девушки отдыхают Глаза тусклые Характерные черта этой фигуры Короткий нос Совершенно отличный от Эглинтоновского На обеих фотографиях видны в углу мои пометки Все негативы находятся у меня Как отражаются подобные опыты на здоровье медиума Можно судить по тому, что Эглинтон после описанного сеанса Долгое время не приходил в себя Лежа на полу С выступившей на губах кровью Он страшно корчился И несмотря на растирание, нюхание спирта и тому подобное Оставался в этом положении с четверть часа Но не ранее, как через час Он настолько оправился Что кое-как мог доплестись До подземной железной дороги Впрочем, с помощью Взявшегося проводить его Энн Дома с Эглинтоном взялся вторичный припадок дурноты С легочным кровоизлиянием Художник Тесо приводит случай Когда в то время, как Эглинтон лежал на полу В глубоком трансе Явилась фигура молодой женщины Когда-то бывшей художнику очень дорогой Но уже несколько лет как умершей В момент, когда Тесо поспешно начал делать набросок видения Оно удвоилось с появлением сзади фигуры самого медиума Оба призрака светились фосфорическим светом И потом исчезли наподобие того, как расплывается дым Наполнявший только что лопнувший мыльный пузырь Самым веским доказательством реальности Появляющихся во время сеансов фигур По справедливости следует считать Получение парафиновых форм рук, ног И других материализованных органов Разница между разного рода отпечатками На муке, глине, закопченном стекле или бумаге А также и другими телесными действиями Как, например, оставлением призраком Каких-нибудь рисунков, письма и тому подобное И получением парафиновых или иных форм целых органов Заключается в том, что последнее Нелегко получить во время сеанса Даже при условии недостаточного контроля За действием медиума Мы говорим не легко, а не невозможно Ввиду того, что для получения парафиновой формы Можно воспользоваться желатинную Объяснимся, однако, понятнее Так как вся трудность получения парафиновой формы Какой-нибудь, положим, руки С согнутыми пальцами Заключается в невозможности Вынуть последнюю из формы Не повредив ее То необходимо чем-нибудь заменить руку Из свидетельства, выданного Известным американским скульптором О'Брэнном По поводу полученных на одном сеансе форм Видно, что представленные ему гипсовые отливки Могут быть, по мнению одного этого скульптора Получены только посредством разборщатых форм А для уничтожения следов швов Нужен искусственный гравер В спиритической литературе Нам также не пришлось встретить упоминаний О желатинных формах А потому, хотя мы не придаем этому способу Особенного значения Тем не менее, не мешает все-таки упомянуть здесь об этом Дело в том, что если опустить руку В густой теплый раствор желатина В воде и потом вынуть То по остыванию получается Точнейшая форма в виде перчатки Последнюю можно снять не только с руки Но даже с твердых предметов Разрезав Или даже разорвав форму Только настолько, чтобы Через отверстие могла пройти И самая толстая часть предмета Разные же выпуклости и вогнутости последние Благодаря эластичности желатина Нисколько не помешают форме снятия По снятии перчатки с руки Форма последней будет сохранена В неприкосновенности Заделы же снаружи места разрыва Края которого до тонкости Сходятся друг с другом Не представляют трудности Самый способ получения парафиновых форм На спиритических сеансах Заключается в следующем В приготовленные два сосуда Наливают воды В один холодный, в другой горячий На поверхности которой плавает Слой расплавленного парафина Материализованная рука Опускается на секунду в парафин После того в холодную воду Которая эту операцию Повторяет эту операцию несколько раз Когда рука дематериализуется То в холодной воде будет плавать Точная форма ее В нее можно налить гипсу И когда он отвердеет Опустить все в горячую воду В которой парафин растопится Оставив точный слепок руки Того же самого можно достигнуть Опуская в парафин желатиновую перчатку Достаточной толщины Снаружи ничего не будет заметно Когда же гипс налитый в полученную Таким образом форму Отвердеет То горячая вода не только растопит парафин Но и растворит вместе с ним и желатин Уничтожив таким образом Последние следы обмана Стало быть Для получения Во время сеанса парафиновых форм Без участия в материализации И дематериализации данного органа Нужно только принести с собой Желатинную форму Допустим что при недостаточной тщательности обыска Это удалось бы сделать Но как теперь делать дальше При ниже приводимых условиях Производства опытов Получение форм Даже пользуясь принесенными с собой Желатинными перчатками Является делом почти столь же А может быть и более чудесным Чем сам процесс материализации И дематериализации Как мы уже сказали В спиритической литературе Нет, насколько нам известно Указаний На возможность обмана Посредством желатиновых форм А потому понятно Меры, принимаемые контролем Имеют в виду Другие предположения Тем не менее Условия опытов Настолько строги Что исключает возможность Каких бы то ни было сомнений Прежде всего, конечно Для устранения возможности Производства упомянутых форм Самим медиумом Его сажали в мешок И завязывали у шеи С другой стороны Так как было высказано Предположение Что парафиновые формы Делаются не во время сеанса А приносятся готовыми То парафин перед началом Опытов и по окончании Взвешивался Оказывалось, что вес полученных форм И оставшиеся парафиновые массы В точности равнялся Весу последней До начала сеанса Наконец Для устранения возражения Возможности участия Кого-либо из присутствующих В обмане Пробовали самые сосуды С водой и парафином Помещать в запираемый На замке Опечатываемый ящик Стенки его делались Из одного куска Довольно частой Проволочной сетки Так что можно было наблюдать За тем, что происходило В ящике Когда все удостоверились Надежности ящика Мистер Терби Взял ведро чистой холодной воды Предварительно осмотренное Всеми присутствующими И поставил его в ящик Полковник Поп Взял ведро горячей воды Покрытой сверху Жидким слоем растопленного парафина И по освидетельствованию Его поставил также в ящик Крышку закрыли Задвинули засовами И заперли Для полнейшего обеспечения Наложили сверх того Печати На обе замочные скважины Вдоль пазов Крышки сверху И по бокам Хотя эта мера И была совершенно лишней Медиум все время Оставался у нас на виду В комнате было светло И мы все видели Сквозь сетку Что в ящике Ничего другого Кроме ведер Их содержимого не было Чтобы дать требуемому Для явления темноту На ящик набросили Суконную скатерть И в комнате Несколько уменьшили свет Но его оставалось Однако достаточно Чтобы видеть часы И различать лица И движения присутствующих В том числе и медиума Миссис Гарди Медиум Села впереди мужа Перед узкой стороной ящика А мистер Гарди Все время находился В отдалении Позади всего общества Наконец минут через сорок Раздалось частое веселое Постукивание Извещавшее об успехе Все мы стали со своих мест Сняли с ящика сукно И посмотрев сквозь проволочную сетку Увидали, что в ведре с холодной водой Плавает цельная форма большой руки Затем освидетельствовали печати Они оказались неповрежденными Мы снова тщательно осмотрели Все стенки ящика Дерево и проволока Все было в целости и порядке Сняв печати Мы отперли замкет Отодвинули засову Подняв крышку Вынули из ящика ведро И взяли форму Мы не видели И теперь не видим другого выхода Как прийти к заключению Что эта форма Была сделана И положена в ведро Какой-то силою Способной материализовать Органы человеческого тела Совершенно отличного От тела медиума Не находя возможным Доле останавливаться На доказательствах Реальности Того Что спирит называет Духами Считаем тем не менее Возможным Признать полную Действительность Этого явления По крайней мере Никто до сих пор Не в состоянии Был сделать Честного и разумного Возражения Против постановки Наиболее доказательных Опытов И так стало быть Факт возможности Появления Материализованных Фигур Следует считать Установленным Перебирая в уме Приведенные Здесь Примеры Явления Духов Читатели Могли заметить Что призраки Должны быть Разделены На две категории Одни Более или менее Походят На самого Медиума Это так называемые Гомологичные Двойники Другие совершенно От него отличаются И потому Носят название Гетеорологичных Двойников Когда мы Начинаем Вдумываться В сущность Только что Описанных Явлений То у нас Естественно Возникает Вопрос Откуда Эти призраки Происходят Ли они Извне Или составляют Часть Самого Медиума Если бы Мы имели Дело С одними Только Гомологичными Двойниками То Минуя Всякого Рода Трудности Представляемые Новизной Предмет Конечно Для официальной Науки Можно было бы Считать Что призраки Представляют С собой Раздвоение Личности Медиума Когда же Мы убеждаемся Что существуют Нередкие Случаи Когда являющаяся Фигура Не только Сильно Отличается От медиума По внешности И возрасту Но даже Принадлежит К другому Полу То невольно Закрадывается Сомнение В одинаковости Происхождения Обоих Родов Явлений Весьма важным И по своим Последствиям Ценным Является Наблюдение Сделанное В 1889 Году Инженером Мак Небом Во время Одного сеанса Снимая фотографии Сопровождавших Его явлений Экспериментатор Получил Снимок Призрака Девушки Появившегося Рядом С медиумом Который Находился Туда В литургии Показав Последнему По его Пробуждению Эту фотографию Мак Неб Был Крайне Удивлен Когда Медиум Узнал Снимки Воспроизведения Одного Древнего Рисунка Из Прошлых Столетий Который Когда Когда Поразил Воображение Медиума Это Изображение Пребывая В подсознании Субъекта Объектировалось В состоянии Транса Не в форме Галлюцинации Как это бывает Во сне А в виде Материализованной Фигуры Факт Духов Несомненно Последние Обязаны Своим Происхождением Самому Медиуму Его Воображению Но Конечно Подсознательному Здесь Мы таким Образом Подходим К вопросу О Идеопластии Идеоматериализации Или еще Иначе Телепластии Последний Термин Впервые Был употреблен Профессором Куэс На Психологическом Конгрессе В Чикаго По Видимому Медиуму В состоянии Транса Выделяет Из себя Несито Которое Под влиянием Бессознательной Воли Субъекта Принимает Более или менее Законченную Форму И плотность Рассмотрим Этот вопрос Несколько Подробнее Читатель Вероятно Еще не забыл Приведенного Нами в предыдущих Главах Прекрасного Описания Явлений Сопровождающихся Столоверчения Сделанного Рейхенбахом Во время Таких сеансов Лица Участвующие В опыте Со столиком Выделяют Светящие Волны Которые Концентрируясь Посередине Стола Вначале Принимают Форму Какого-то Клубка Который Потом Постепенно Превращается В колонну Возвышающуюся До потолка В своем месте Мы старались Определить Природу Этого Светового Явления Признав За ним Электрические Свойства Но это Только Одна Его сторона Там же Было Замечено Что это Явление Имеет Сложный Характер Так как В нем Играет роль Нечто Оставленное Без Рассмотрения Теперь Мы намерены Посвятить Этому вопросу Исключительное Внимание Сознавая Что несмотря На громадную Ценность Электрографических Работ Господин Наркевич Ютко Для доказательства Реальности Излучения Организма У читателей Все таки Могут быть Сомнения Благодаря Невозможности Разграничить Посредством Этого метода Долю Участия Организма И внешнего Электрического Возбуждения Я Доктор Битмер Задался Целью Получить Фотографии Человеческого Тела В абсолютной Темноте Без всяких Электрических Аппаратов Испробовал Безуспешно Недва ли Не все Лучшие Из употреблительных Проявителей И пластинок Я наконец Во время Моего Пребывания В 1897 Году За границей Обратился К представителю Известной мне Фирмы Аншюц В Берлине Прося Приготовить Мне Самые Какие Только Возможно Чувствительные Пластинки Изобретатели Разного Рода Камер И затвора Дающие Возможность Сократить Выставку До Одной Тысячной Секунды Не Стану Описывать Тех Неудач Какие Сопровождали Мои Опыты Даже И с Этими Превосходными Пластинками А Также С Разными Панхроматическими Эозиновыми Циановыми И Хлорофиловыми Из которых Последнее Пришлось Приготовить Самому Скажу Только Что Наконец Мои усилия Увенчались Успехом Я получил Первую Фотографию В темноте Обстановка Опытов У меня Следующая Замагнетизировать Субъекта Наилучший Результат Дала 11-летняя Девочка Темная Брюнетка Вылеченная Мною От эпилепсии Я Навожу Аппарат Вставляю Кассету Тушу Лампу Открываю Объектив И Кассету Другую Пластинку Взятую Из той же Коробки Кладу Недалеке Открытую Для Контроля Абсолютности Темноты Комнаты Опыты Производятся Всегда Начиная С часов С 10 Вечера При закрытых Ставнях Спущенных Шторах И Кроме Того За занавеской Протянутой Для полного Убеждения Поперек Комнаты Со стороны Окон В соседних Комнатах Тоже Не зажигается Огня Впрочем Доказательством Отсутствия Какого бы то ни было Света В комнате Для Опытов Служит Постоянная Чистота Контрольных Пластинок Нельзя Только Класс Их Близко От Субъекта Потому что Может Получиться Вуаль На Полученных Снимках Можно Было Различить Общее Туманное Очертание Головы Шеи И части Груди Три Более Темных Пятна Соответствовали Носу И глазам Глазным Впадинам Слева И справа Находятся Неправильные Светлые Полосы Выделяющиеся Из окружающего Мрака Из дальнейших Опытов Выяснилось Что Чем Глубже Гипноз Тем Света Получается Более Причем Иногда В особенности Слева От Субъекта Образуются Неправильные Световые Пятна И довольно Обширное Пространство Что В бодрственном Состоянии Если Получается Какой-то Свет То Очень Слабый С боков Головы И имеющий Волнистую Форму О каком-либо Изображении Нет Ипомину Что Излучение Тела Даже В гипнозе Настолько Слабо Что Только Ставя Аппарат Очень Близко Не далее Двух Трех Футов От Субъекта Удается Получить Изображение Лица Но Очень Туманно И до Крайности Неясное Четвертых Что Иногда Вследствие Еще Не Выяснившихся Причин Никакого Изображения Не Получается Что Ставя Аппарат На таком Расстоянии Что Могла выйти Вся фигура Ни малейших Признаков Ее очертания Не получается Образуется Темное Расплывчатое Пространство Соответствующее Положению Тела С боков Две Светлые Полосы Если Загипнотизированных Субъектов На одной Пластинке Сразу Снимается Двое Сидящих Не далее Фута Друг от друга То Темное Пространство Соответствующее Обеим Фигурам Соединяется Разделяясь Лишь между Головами Светлым Промежутком С внешних же сторон Образуется По Светлой Полосе Которая Посредством Полутени Над каждой Головой Соединяется С разделяющим Светлым Промежутком Еще Большая Тень Соответствует Тому Месту Где Находятся Выступающие При Сидящем Положении Колени Но Она Все-таки Светлее Остальной Часть Обеих Фигур И Наконец Что Сильный Молодой Субъект Дает Свету Более Чем Какой Нибудь Анемичный Хотя Бо Он Находился В Более Глубокой Стадии Гипноза Притом Девушки При Равенстве Прочих Условий Образует Более Сильные Излучения Чем Женщина Все Эти Выводы Основанные Хотя И На Довольно Большом Числе Опытов Но Еще Незаконченных Не Имеет Большого Значения Единственное Неоспоримое Заключение Которое Можно Из них Сделать Это Безусловная Реальность Выделения Из Нас В гипнотическом Состоянии Тех Светоносных Истечений О Которых Рассказывает Рейхенбах Что же Касается Излучение Нашего Тела В состоянии Бодрствования То Вследствие Малочисленности Опытов И Недостаточной Рельефности Полученных Результатов Приходится Обождать С Выводами В Бодрственном Состоянии Просидеть Неподвижно В общем Около Трех Часов Чрезвычайно Трудно А потому Нелегко Найти Подходящих Субъектов Да и Вообще Нелегко Найти Последних Впрочем Настоящую Минуту Для нас Важно Иметь Только Уверенность В том Что Упомянутые Истечения Не плод Воображения Каких Нибудь Истеричных А представляют Собою Вполне Реальные Явления Условившись Относительно Этого Важного Пункта Мы уже Имеем Можем Перейти К описанию Весьма Интересных И Поучительных Опытов Битти Причиной Побудившая Этого Рассудительного Искусного И сведущего Фотографа Которого В деле Фотография Нелегко Обмануть И Совершенно Неспособного Обманывать Других Занятие Спиритической Фотографией Было Убеждение В подложности Всех Виденных Им Спиритических Фотографий И Желание Исследовать Этот вопрос Собственным Опытом Кроме Битти Столепутного Фотографа Портретиста Как Отзывается О нем Другое Лицо Инжентльмена В искренности И честности Которого Никому И в голову Не придется Усомниться В опытах Участвовало Еще четверо Лиц Близко Знавших Друг друга В том числе Был один Медиум Бутланд Приятель Битти Нужно заметить Что с этим Медиумом Нельзя было Получать Физических Явлений И материализации Чем И объясняется Незаконченность И неясность Полученных Изображений Но для нас Это гораздо важнее Всяких Отчетливых И рельефных Снимков Духов Так как Дает возможность Проследить Постепенность Образования Тех Материализованных Фигур О которых Была Речь Выше Перейдем Однако К описанию Самих Опытов Я имею В Лондоне Рассказывает Битти Приятеля Который Однажды Был у меня Показал мне Так называемые Спиритические Фотографии Я ему Точно Сказал Что они Не были Таковыми И Пояснил Ему Каким образом Они были Сделаны Видя Однако Что многие Верили Возможность Подобных Вещей Я сказал Что не Проще Сделать Несколько Опытов Так как Я знал Одного Хорошего Медиума Господина Бутланда Камера С объективом Роса Была Такого Устройства Что можно Было Иметь Три Негатива На одной Пластинке Свет Был Затенен Чтобы Можно Было Продолжать Выставку До 4 Минут Фон Был Обыкновенный Ежедневно Употреблявшийся Темно-коричневый И Стоял Вплоть К стене Медиум Сидел К нему Спиной С маленьким Столом Перед собой Доктор Томпсон И господин Томми Сидели С одной Стороны За тем же столиком А я Во время Выставки С другой Из прилагаемых Образцов Полученных Во время Сеансов Фотографии Которые Мы подобрали С таким Расчетом Чтобы Они могли Довольно Полно Иллюстрировать Постепенность Развитие Человеческой Фигуры Из первоначальной Какого-нибудь Одного Двух Светлых Пятен Читатель Легко Догадается Что и тут Главную роль Играет Тот же Од Но когда Между Участниками Опыта Нет Медиума Для Материализации Который Обладал Способностью Концентрировать Од Выделяемый Всеми Соединенными В цепи Лицами То явление Совершается Так Как его Описал Рейхенбах То есть Без всякой Тенденции К образованию Духовидных Фигур Когда же В цепи Участвует Подобного Рода Субъект Начинается Материализация Из упомянутого Опыта Мак-Небба Мы уже знаем Что медиум Может создать Даже такую Фигуру Которая Никогда Не существовала Опыты Битти Имели цель Выяснить Вопрос О спиритической Фотографии Которая Обыкновенно Представляет Себе В виде Изображений Духов Поэтому И Бутланд Всеми силами Старался Получить Нечто Подобное В его Подсознании Постоянно Сменялись Преимущественно Образы Духов На снимках С первого По пятый Мы видим Постепенное Развитие Человеческой Фигуры Не следует Впрочем Думать Что и подлинные Фотографии Получались В той же Постепенности Напротив Они Середовались Изображениями Звезд Конусов Фляг Летающих Птиц Взрывов Света Иногда Фигурах Замечались Места Более Интенсивного Света Как если бы Зажженная Проволока Магния Была Опущена В каждое Из этих Изображений Случалось Что медиум Ничего Не видел Из-за Образовавшегося Густого Тумана Как это Видно Из рисунка Шестого На следующем Рисунке Видим Ряд Каких-то Туманных Углов Напротив Восьмой Девятый Это очевидно Представляет Изображение Человеческой Фигуры В качестве Образчика Более Законченного Идиопластического Изображения Может служить Рисунок Десятый Сделанный При других Условиях На основании Помянутых Опытов Можно считать Доказанным Говорит Битти В заключении Что есть В природе Какая-то Тонкая Эфирная Субстанция Которая При некоторых Условиях Сгущается И в этом Состоянии Делается Видимо Для Сенситивов И когда Испускаемые Лучи Касаются Чувствительной Пластинки То Сила Ее Вибрации Такова Что Вызывает Могущественную Химическую Реакцию Каковую Могло Бы Вызвать Только Самые Сильные Солнечные Действия Мои Опыты Доказывают И нечто Больше А именно Что Есть Личности Нервная Организация Которых Такова Что Служит Ближайшей В физическом Смысле Причиной Этого Явления И что В их Присутствии Образуется Такого Рода Реальные Формы Которые Доказывают Существование Невидимой Разумной Силы То есть Души Ссылка Это Доказательство Может Убедить Существование Души У человека Даже Материалистов С их Грубо Эмпирическими Воззрениями На Природу Человека Григория Диченко Способен Воспринимать Подобные Впечатления Эти Формы Могут Быть Описаны В Точности Прежде Чем Они Станут Доступны Для Обыкновенного Глаза На Проявленной Пластинке Аксаков Не Подлежит Ни Малейшему Сомнению Что Организующим Началом Всех Этих То есть Внешнего Их Вида Фигур Является Психическая Сила Самого Медиума Именно Его Разумная Бессмертная Свободная Богоподобная Душа Каково Она Проявляется Не у Медиума Только Но и у Всякого Человека Григорий Диченко А Источником Откуда Черпается Материал Для Материализации Бессознательных Идей Медиума Является Весь Организм И может Быть Отчасти Даже Окружающие Одушевленные И пожалуй Недушевленные Предметы Но Главным Источником Материализации Является Все-таки Сам Медиум Мы Уже Знаем Что Иногда Он Сам Просит Об 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 Стараются, словно вобрать в себя выделяемую теме силу Кажется, если не ошибаюсь, так поступал иногда Эглинтон Когда же медиум изолируется от остального общества То, очевидно, единственным источником вещества, нужного для материализации, является он сам, его тело Доказательством этого априорного предположения являются факты дематериализации медиума При этом могут быть три случая Невидимая материализация, которая улавливает только фотография или глаз сенситива Ей соответствует такая же невидимая дематериализация медиума Продолжающего оставаться по наружности неизменившимся Вторых, видимая материализация, но частичная, неполная, как по форме, так и существу Она связана с такой же частичной и неполной дематериализацией медиума Которая остается невидимым, хотя и иногда не весь Материализация видимая, полная, находящаяся в связи с полной дематериализацией медиума Которая перестает быть видимым Читая эти строки, всякие, кому не приходилось близко познакомиться с литературой трактуемого здесь вопроса Пожалуй, подумает, что имеет дело с бредом сумасшедшего До того необычайные, можно сказать, дикие мысли приходится здесь слышать Но это кажется так только с первого взгляда В действительности же дематериализация медиума является логическим последствием материализации духов Раз мы признали их реальность, а этому нельзя было не признать То должны допустить также и возможность дематериализации Так как из ничего нельзя создать что-нибудь Впрочем, факт дематериализации может считать столь же хорошо доказанным, как и возможность материализации Чтобы не утомлять читателя сообщением многих фактов в этом направлении Мы приведем только один случай, описанный Аксакову в книге, специально посвященной вопросу о дематериализации 11 декабря 1893 года госпожа де Эсперанс, возвращаясь из Петербурга в Швецию, остановилась в Гельсингсфорте Где, несмотря на некоторое нездоровье, она согласилась дать один сеанс И вот какого рода замечательное явление произошло с нею Мы приведем рассказ об этом по ее собственному письму Коксакову Сеанс имел место в доме инженера Сейлинга Где собралось общество из 14 лиц Явления были вполне чрезвычайные И так как я полагал, что описание их вас заинтересует То просила госпожу Сейлинг и генерала Топериуса Сделать описание их и послать вам Эти лица действительно прислали подробный отчет о происшествии, но мы его не станем приводить Характеристическая сторона этого сеанса заключается в том, что половина моего тела исчезла, что я открыла только случайно У меня болела голова или скорее затылок И я его поддерживал скрещенными руками, что казалось немного облегчало боль Мои руки устали в этом положении Желая их положить на колено, я открыла, что они более не существуют И что мои руки вместо того опустились на стул Это меня испугало, и я захотела знать, было ли это действительностью или я грезила Свет был достаточный, я обратил внимание моего соседа на это обстоятельство Он осмотрел стул точно так же, как и четыре ассистента И все утверждали, что только одна верхняя часть моего тела действительно существовала Сидение было пустое за исключением моей одежды Руки, плечи, грудь были на своих местах над сидением Я могла говорить, делить головой и руками, пить воду И даже чувствовать свои колени и ноги, хотя они отсутствовали Во все это время формы являлись и скрывались Но они только показывались Руки разной формы и величины трогали лиц наиболее близких к кабинету Я полагаю, это продолжалось более часа с того времени, как я открыла мое исключительное состояние Что было достаточно для констатирования и в особенности для меня Хотевшие знать, буду ли я когда-нибудь обладать своими ногами и способна прийти в себя Что делало меня очень нервную Зная автора этого письма, говорит Аксаков, как безусловно правдивую личность Я не имею ни малейшего основания сомневаться в этих словах Не находя нужным приводить здесь пространные свидетельства участников опыта и описания его постановки Мы тем не менее считаем необходимым прибавить для ясности Что медиум, как видно из приложенных к упомянутой книге фотографий Сидел на виду у всех впереди занавески За которые в той же комнате был устроен кабинет для явления материализации Последние, как упомянуто в письме Заключались в появлении из-за занавески разного рода рук Которые трогали тех из присутствующих, которые сидели поблизости последней Которые трогали тех из-за занавески